Трамп заболел. У него подтвержденный тест на коронавирус и у Мелани тоже. Что с индексами? Индекс S&P 500 грохнулся. Нефть тоже грохнулась. Что будет с рублем? Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. И посмотрите, с сегодняшнего утра у меня началось, я узнал, что у Трампа положительный тест на коронавирус. Тут же глянул на, у меня в телефоне стоит приложение, TradingView. И я глянул на индекс S&P 500. Посмотрите, он грохнулся. Индекс S&P 500 упал. Ну, сейчас вот минус 1,26, но был минус 1,4. Что с нефтью? Посмотрите. Нефть упала. Минус 2,7 на текущий момент нефть. И вот сейчас будет открытие биржи. Что будет с индексом РТС? Вангую. Индекс РТС упадет. Рубль упадет. Почему? Потому что нефть упала. Нефть падает, рубль падает. Ну и ожидания инфляционные у людей. Давайте посмотрим, а что будет с моими деньгами. Вот. А вот, смотрите. Вот у меня красную линию. Смотрим сейчас. Давайте я уберу голубую. Вот. Что будет с моими деньгами? У меня сейчас вот оно положение. Вот текущее. Если индекс РТС упадет, скажем, на 2%, то это будет 2% в районе 2 тысяч, 2500 пунктов. Смотрим сюда вниз. Значит, сейчас он 115,200. 115,200 минус 2,500. Получается 112,500. То есть, вот куда-то... Вот сюда должен упасть индекс РТС. Плюс 7,923 должно быть примерно у меня по моей стратегии. То есть, смотрите, какая стратегия у меня сейчас. У меня сейчас вот здесь. И на красную линию смотрим. Если индекс РТС падает, мои денежки растут. Если индекс РТС растет, мои денежки растут. Что я буду делать потом? А потом я буду делать следующее. Ну, здесь я уже все сделал на самом деле. Вот они, мои денежки будут расти до определенного момента. Пока индекс падает... Ну, сегодня он может упасть до значения 106,300. Ну, вы понимаете, что этого, скорее всего, не произойдет, да? Это достаточно, ну, очевидно. Так глубоко он вряд ли упадет. Поэтому, ну, если он упадет, чем дальше он упадет, тем для меня будет лучше на самом деле. И давайте смотреть, просто наблюдать. Сейчас вот через 10 минут откроется. Я в следующем выпуске обязательно расскажу, что произошло на открытии. Потому что сейчас я буду смотреть, когда фиксировать прибыль. Ну, а то, что сейчас я могу сказать, что на конкурсе ЛЧИ на бирже у меня текущая доходность 28,1%. И я нахожусь на 60-м месте в общем зачете. Лучший частный инвестор на срочном рынке. Ну, я вам скажу по секрету. Там в районе 1800 человек. Это очень-очень достойное место. Теперь моя задача сохранить это место и немножечко подняться вверх. Вот. О том, как я это делаю, я рассказываю, вы видите, прямо на своем канале на YouTube. Поэтому подпишитесь, если вы не подписались еще. Поэтому поставьте лайк, чтобы другие смогли подписаться. Поделитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми. Видите, что 30% доходности это очень даже достойная вещь. Вот у меня сейчас 56 место, 28,34. Общий зачет. Понимаете, 28% с 19 сентября. Ну, 2 недели всего. И вот такой результат. За 2 недели 30% очень даже хорошо можно заработать, если пользоваться опционными стратегиями, которые вы только что видели. Вот у меня опционные стратегии. А о том, как строить опционные стратегии, я рассказываю на курсе по опционам. Это достаточно сложно. Это обучающий курс. Там записи занятий в течение полутора месяцев. Я объясняю все тонкости о том, как это строить. Дело в том, что вот здесь вот на конкурсе, ну, практически все люди, которые находятся сверху и выше меня, они пользуются опционами. Но мало кто из них строит стратегии опционные, потому что опционные стратегии позволяют ограничивать убытки. Посмотрите, вот сейчас текущая стратегия, которая есть. Вот они, мои убытки максимально. Вот видите, если ничего не изменится, то постепенно, день за днем у меня, вот она вот голубая линия, она будет опускаться, опускаться. И на момент экспирации, то есть в четверг, она опустится вот сюда, если ничего не произойдет. Но я, конечно, буду вот это дно поднимать. О том, как я это делаю, я рассказываю в чате, для выпускников курса по опционам, потому что им это интересно. Вот. Ну, а вы можете подключиться на сайте demetkov.ur.com. Ссылочка и вон там, и вон там. В описании к данному видео вы можете найти demetkov.ur.com, курс по опционам. Ну, а если вы вообще еще ничего не соображаете в этом деле, то вам предварительно придется пройти курс биржи для чайников, если вы его не проходили. Если вы захотите курс по опционам, то курс биржи для чайников я вам даю просто в дополнение, потому что, ну, без биржи для чайников там есть вещи, которые будет сложно понять. Поэтому, друзья мои, еще раз ссылочка внизу. Вот. Ну, а я ухожу, прощаюсь с вами, потому что сейчас откроется биржа, и в следующем видео я расскажу, что произошло дальше. До встречи. Сейчас лайк и оставайтесь на моем канале.